Здравствуйте. Я живу в Ахуте, обратиться. Я там блогер, название «Ветер Сапширон». Там есть хороший гуржинский сайт. Усиливается ли пропаганда Путина в Азербайджане? Он был сложен вопрос, потому что, поскольку Азербайджан находится рядом с Россией, то пропаганда, влияние информационное, всегда перманентно есть. От миллионов движущих. Хотя бы потому, что мы смотрим российские каналы через спутник. И особенно потому, что большое количество азербайджанцев живет и работает в России. Они не могли остановиться заложниками российской экономики. И, по-моему, тоже. И также их родственники и семьи, которые живут в Азербайджане, тоже заинтересованы в том, чтобы их мужья продолжали работать в России. Поэтому они, в спорах даже бытовых, не могли остановиться изучить российскую идеологию. Кстати, у меня есть один знакомый, который, даже на Москве, ярко ненавидит все, что связано с Кремлемом, с Путиным. Говорит, когда мне говорят, ты же там кушевичи, их хлеб, но он всегда, не забывайте, я кушевскую хлеб, когда я там зарабатываю. Поэтому это тоже два акта. И вот для того, чтобы противодействовать этой естественной пропаганде, в Азербайджане, государственном уровне президента, предпринимаются жесткие меры для ограничения не только российских стратей, но и любой другой зарубежной информационного влияния иностранных. Это происходит следующим способом. Закон не позволяет иностранным гражданам учреждать и создавать СМИ в Азербайджане, иностранные, а те, которые приняли законы, это несколько американских изданий «Радио Свобода», и также американских изданий «Радио Свобода», и также американские тоже издания. Только не значит, что эти издания «Драгословец», просто они перформасировались, и в частности, значит, «Рео Новости» и «Интерфакс», гигантские российские медиа-центры, они имеют все-таки у нас свои предстоятельства, но формально, по закону, это чисто азербайджанские инновационные агентства, которые заключили договора партнерские с «Рео Новости» с «Интерфаксом» и осуществляют инновационные агенты. То есть закон запрещает существование незаконежных СМИ, и закон обходится таким способом. Соответственно, местный, который будет цилик, который заключает договора с «Новсятами», и обязуется осуществлять самословную протяжку с «Рео Новости» с «Рео Новости» с «Рео Новости» и «Интерфаксом» . Я, значит, проверенный в «Рео Новости» перед всеми сюда приехать, я просмотрел ленты новостей агентства «Новости» о «Рео Новости» и агентства «Интерфакс» в «Рео Новости» и «Интерфакс» как вы поняли, это дочерняя операция практически насквозь и наиболее «Рео Новости». Это оказалось, что за один день новости «Азербайджан» только дважды думают о «России». Все информационные блоги и тексты, которые касались нашей системы и жизни, это было интервью с Горбачевым и интервью со статистиками российскими чиновниками. А «Интерфакс», хоть получают данные деньги отсутствия, они ни разу в России не смогут. Зачем у нас такое происходит? Потому что в Азербайджане на уровне правительство очень жестко относятся к любым возможностям, к любым проявлениям решательства военных, которые не было самыми на первом основном доле. Приведу простой пример. Я в небольшой период был серпендентом «Московского известия» в Баку. И предсказал себе, что не очень трудно было пробить негативную статью про Азербайджан «Московское известие». Потому что сразу отсюда, пока мне звонили, говорили не надо, не хотим, потому что у нас начинаются проблемы, не в Москве. В этом плане хорошо работают посольства Азербайджана. Они отслеживают все новостные передачи в Москве и резко выступают с новыми протестами, с различными отражениями. Я вообще не по любому поводу такой-то критики негативной корречки относительно отношения к Азербайджану. Принимаются ответные меры, начинаются с зажима конкунктура, который находится вокруг. То есть над это, благодаря тому, что Азербайджанская правительство относится к этим потокам очень жестко, надеюсь, поэтому я не чувствую во всяком случае антиазербайджанской формальности со стороны у меня очень неплохо. Когда я писал мой сообщёт, который будет опробован в вашей сборнике, многие удивлялись, сейчас я не знаю, что я не вижу, что в Москве что нам что-то попроще писали. Я тут вспоминаю эпизоды, когда знаменитая передача Саволоплёва с телевизионной передачей ведущей Владимира Саволоплёва Агстерия Возоровна. Он провозил какой-то топ шоу, там что-то такое сказал про технацию, Сразу выступил с обретной тираной плотной природной наш поступок. После этого на следующей передаче Соловьёв сказал что-то другое, что он уже уже навесил. И, кстати, вчера я, в следующий, здесь опять скопил передачу этого Соловьёва. Раньше всё было всё границкое. Конечно, они обсуждают границ. Они сейчас очень чурки обсуждают. Неожиданно там выступил какой-то человек. А, этот руководитель демиллянский, руководитель Зависителя Жириновского, он неожиданно стал творить с Азербайджаном, потому что он приехал в Азербайджан, его пригласили, его провели, ему показали, ему там сделали уважение, и он стал возникать там творить, хотя передачил его право украину. Стал творить с Азербайджаном. Нет, это было странно, но я понимаю, что это тоже есть политика государства. Делать так, что он в Азербайджанском ничего плохого не говорит. Плохо это или хорошо, я не знаю. Но факт заключается в том, что при наличии достаточно большой сети российских информационных организаций в Азербайджане, а в основном они финансируются посольством России, это российская инкультурная центр, там ещё какие-то информационные центры есть. есть организация Содружества, есть организация Азербайджан в Северном Тире в России, но они в даче кружков пенсионеров или в даче такого сообщества, вчителей русского языка, не уходят. Я просто пришёл, спросил, что происходит, какое было последнее мероприятие в РПИС, российской культурной информационной центре. Мне сказали, что последнее, что они делают, отмечаем юбилей Герцена. То есть я и думаю, что в печати Юбилей Герцена, это есть инновационное давление на вашу страну. Что ещё надо вам сказать? Это частенько моё отдельное мнение, хотя некоторые люди считают иначе. Вот при этом я провёл небольшой, значит, обзор в нашей прессе и с удивлением прочитал статью изъяты в Гарахангейске, сайт Минувал. Вся статья была посвящена тому, что на Азербайджан оказывается мощное инновационное влияние, которое, кстати, я не обижу. Почему? Может потому, что этот инновационный ресурс, Минувал, он сугубо оппозиционный, он близок к артимусам. Извините, вы не соглашаетесь, да? Да. Да, я соглашаю в том, что, поскольку Россия есть, поскольку есть нагрессивная добротичка получена, то желание Португии оказывает у нас давление уже исходя. Но оно не происходит, почему я вам сейчас расскажу. Да, но это частное мнение, потому что, в частности, аналитики оппозиционного издания считают, что информационное давление очень сильное. Примеры, которые вполне реальные. Недавно, в этом году, в прошлом году, депутат псевдооппозиционной партии, он выступил с гримней тирадой речью, сказал, что, значит, мы же странника от нас, российское влияние у нас очень большое, вплоть до того, что все работающие в России мигранты, они пятая колонна, они вернутся сюда, и они произведут переворот и так далее. Но это его мнение у нас было. Почему я считаю, что нет такого давления? Мне кажется, здесь есть две причины. Я, как человек, работавший в прессе и знакомый с нашими агентствами, которые сотрудничают с Россией, в частности, с РИА Новости, это старая российская беда, это непрофессионализм, ненность и пофидизм, скажем так, да? Ну и, короче, тоже 20 лет. То есть, конечно, выпускаются большие средства на обмене, на сумму, на работу возложения. Но эти средства, я думаю, проедались. Потому что работа посольства, российского посольства, возложения – это полный фарс. Это просто проедание денег, это просто водка, это удовольствие, это прокутки по горам. Они свои думки не выполняют, я думаю, то же самое стоит с РИА Новостью, то же самое стоит с Центровальством. Одна причина. Вторая причина в том, что, наверное, все-таки Азербайджан еще не стоит в списке первосередных стран, которых нужно озвонить. Я так не знаю. На всяком случае на Кавказе. И по этому поводу вдруг Рубен скажет другое про Армении, там выбирает ситуация. Но сейчас, пусть он не знает, развалит Украину. Наверное, все-таки успешно развалит. В Азербайджане ситуация несколько другая, потому что Верхам Алиев выработал, и его отец, конечно, не везет с отца, выработал достаточно трезвую и осторожную политику в отношениях с Россией. То есть, таких проблем, какие были между Грузией и Россией, у нас никогда не было. Мы с Россией не воевали. Да, вы не просто. Поэтому нет заказа. Украинские, работающие в этих изданиях, в азербайджанских изданиях журналистов. Граждане Азербайджана, они понимают, что можно было участвовать из Москвы, но ты живешь здесь, ты являешься патриотом своей страны, ты живешь в своем обществе на тему суть, ты находишься под властью наших работающих трудов, которые всегда будут тебя как-то прищучить. Я думаю, это страна тоже работает. В итоге, могу подытожить, что того информационного давления опасного, которое могло бы быть, пока мы не ощущаем, но что будет завтра это уже.